доброе утро друзья ну как утро у нас уже обед все утро шел дождь не давал выйти на улицу в общем как уже наверно поняли мы приехали с целью охоты не сюда немножко далековато от нашей пасеки приходится ездить и вот наверно мы уже три дня пытаемся с его нам добыть зверя на реву быка есть у нас лицензия ну пока нам почему-то не везет мы уже из подхода пытались и мальчик остается допустим иваныч на трубе так как он многие из вас знают что лишили его уже из административного ареста вот поэтому мы ролями поменялись раньше я на трубе стоял иваныч скрадывал сейчас приходится мне этим заниматься вот ну и ночью они вроде там немножко мукой а как допустим светает то все они замолкают и молчат все и идешь к ним бесполезно к зверю который чутко стоит тяжело подойти вот так который не азартный который не ревет который не зовет соперника на бой к нему тяжеловато подойти вот мы уже так с боками как бы все понятно на сегодня непогода видать я не знаю хотя чё я мне-то не погода чпокайся да чпокайся не хотят видать по мокрому лесу ходить не хотят видать 10 кедров обошел ради интереса посмотреть шишку под одним от лежит чуть-чуть очень-очень немножко прям лес такой ничего забрел и лежки и звериные следы зверь сместился куда-то тропы звериные шишки очень мало он пучок висит очень мало кабана нету и медведи тоже шишка нетронутая которая попалась грызина нету ничего найдем зверя так по карте смотрим распадки глухие такие длины пробиваем ах кто-то убежал кто-то убежал и бежал оттуда сюда сейчас лаять будет скорее всего вот отсюда он выскочил и вот так побежал я там был ванька говорит видел этого бычка сначала слышал он на переломку прям вышел хрустел потихоньку хрустел потихоньку ну в такой листве кого-то там увидишь а он когда на переломку вышел заскакал поскакал и тогда он увидел молодой бык на три конца молчу на скромняга которые молча подходят и пока мужики разбираются они матака приходу блин тут как вот они на такое расстояние да прям выходит в точку вот где вот ты ревешь прям через рельеф там горы сопки вот он прям в эту точку приходит полтора часа мы ревели где-то около переломки а потом разошлись все тишина друзья третий или четвертый день не получается нам быка добыть что-то у них поменялось в поведении раньше четко помню как расцветает и у нас было четыре часа до 11 утра не до 10 точно до 11 ревели сейчас вот эти вот три дня только посерила вот они еще мукают 7 утра вот до 8 сейчас 15 минут 9 все они замолкают уже с двумя трубами иваныч трубы там я сегодня взял потому что его уже не слышно молодой молодой бычок ревел вот здесь вот тропа его набита и вот он с гаремом уходит я уже за ним он ко мне не идет и не назвал звал не идет я за ним иду он потихонечку уходит уходит и вот там сопка на ней орет ну и гарем у него наверно пару мата где-то и по голосу слышно что молодой вообще хрипоты нет я вот он мукает вам по-любому не слышно вот он мукает чтобы матки не ушли от него матки же слышат что самец сзади идет орет набой его зовет а он боится потому что молодой в силах своих не уверен я и трубу уже пытаюсь реветь тоже как молодой вот тропы вот тропа вот по ним ушел что-то надо менять подходе в этом вот он сгорел шарит вдоль супки трусливый бычок и вот какое потомство от него будет у нас больших быков маток уводит место хорошее такое если он на меня шел хорошее место можно где-то залезть прострел прострел хороший все и за ним шел он перешел тут ручей какой-то и в эту вершину залез и там наверху мукает дальше не пойду за ним нету смыслом с матками это столько пару шеи глаз сейчас подожду муж какую молчу подойдет как вчера смотрите какой сильный ветер был весь распадок завалился ветровал называется как карточный домик все попадала смотрите сколько лимонника он все дерево красное видите наверно эту камеру не видно заросли вот все красное вон вон везде везде растет это ягодка полезная ну и в результате этих моторств по тайге так сказать нашли место где вот у них происходит стычки вот эти бойни вот это вот между самцами ну они редко попадаются ну места эти они характерны их видно там выбита земля там они там копытят мочится наверно скорее всего почесаны деревья там ну и там происходит у них брачные бои вот эти за за предпочтение любимых дам так сказать вот это был глубокий распадок которому подходили с обоих сторон две сопки одна такая более пологая другая крутая сопка вот ну и решили так уже при придем с вечера раз уж не получается нам по светлу как-то добыть зверя будем ночью как-то его высиживать на вот этом месте караулить потому что ночью скорее всего они могут туда прийти с вечером и туда пришли и ванька поревел на этом месте вот где они прям бьются там видно было там полянка такая вытоптана они там лупятся наверно здорово я еще думал вот бы поснимать эту картину ванька поревел где-то часов 7 раз десять реванул и ушел в километре от меня он находился там как бы там помукивал внизу по ключу поэтому вот ну и часов в девять слышу кто-то идет и взял с собой тепляк и каково мое удивление было что ну на трубу и изначально и матки идут когда начало рева конечно ревут ну идут они потому что быки ревут они к ним смещаются то есть но в гарем ну и смотрю в тепляк что кстати первый раз зверя смотрели в этот тепляк то обычный собак показывали ну как бы в свою функцию он выполняет вы наверно сами видите это сейчас на экранах или увидите его часто вставлю смотрю маточка идет аккуратненько так а я завалёженный там завалился там на сопке такое дерево поваленное было и мне удобно там было как бы это все наблюдать немножко камеру в сторону отвожу смотрю еще два объекта светится сначала подумал телки с ней но она она матки телков прошлогодних они в период гона как бы далеко от себя держат ну то есть они ну они как бы рядом ну не они их прогоняют короче метров там они 200-300 от нее находятся вот а потом когда ситуация стала развиваться смотрю выходят еще две матки и молодой бычок такой двухлетний я если честно очень сильно удивился потому что но он подошел совершенно молча он не ревел ничего потому что три матки в гареме у такого бычка но это такое удивительное событие не знаю или это такой хитрожопый хитрожопый бычок потому что он скорее всего подходит туда и когда взрослые самцы физически сильные выясняют между собой отношения он там пользуется тем что матки бесхозные но и залезает в общем на них такое тоже у нас встречается молчуны бычки но это вот до трех лет быки они молча подходят когда ты ревешь и зачастую ты идешь он за тобой наблюдает подойдет молча ну и наблюдает за тобой а потом убегает и обгавкивает такое часто бывает они с той целью то и идут на трубу что знают что там он может драка быть и матки могут стоять как бы стороне и он может как бы осеменить какую-нибудь из них а тут прям с ним три матки то ли он такой деликатный самец там знаете то ли он обходительный почему они с ним остались с точки зрения селекции конечно этого быка надо было забрать ну потому что какой от него потомство может быть он сам еще не не развит и особо не физически никак и поэтому от него и потом такое же быки должны быть сильные мощные маток по любому зверя много какой-то бычок хороший зацепит ну в общем принял решение ждать другого быка этого пропустил не стал включать фонарь там понаблюдал но и они в скором времени убежали ну там долго еще находился там зайчик потом прибежал там ну в общем интересно степляком сидеть не то что раньше сидишь и вслушиваешься в темноту как-то знаете и думаешь кто же это под подошел а тут все включаешь и все как на картинке вот ну может быть и об этом решение пожалею ну пока вот так ну и тем более у меня лицензия на взрослого самца изюбри поэтому такого стрелять мне как бы не нужно но если я хочу закрыть лицензию чтобы все было в рамках закона ну будем пытаться вот у нас дождь был они замолчали под утро там после этого бык орал под утро они все замолчали ну и мы подожди уже поехали на пасеку приехали уже часов 10 сюда поэтому вот только проснулись начали работать вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 у тебя что там привязаны что ли? я там видишь прощения виновата где то что тут с этой хуйней ерет где дальше ваим? вроде бы что-то не теряю что-то это что-то Леха, батарейку давай, брат Пустая Где-то рядом, блин Трава высокая, может поломаем ветки Лучше подходить пробовать Какие так-то еще? Зря я сюда пошел, могу по прокалу идти Вроде как тропа Лучше подходить 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 daily 5 Это он ломает ветки, наверное. Надо идти, просто нанюхать и всё. Так близко он спалит, а ветки трещат, он думает, что бы идёт. Пошли. По итогу этот бык совсем замолчал и не отзывался. Приняли решение двигаться к другому. Благо выбор был большой. Ревела 3-4 быка, только которых могли слышать мы. Вот это, друзья, недалеко. Ревела 3-4 быка. Ревела 3-7 быка, только наняк. Вот это, правда? Ну, опять же, по-русознай! Ревела 4-8 быка. Ревела 4-8 быка. Ревела 3-8 быка. Ревела 4-8 быка. Ревела. Продолжение следует... 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 ужас просто вот эта скорость он едет смеется и вот это вот это вот это успел капец ну пельмени тетя томас варила он там пока мы ладно так вот так завершается наша поездка охота оказалась не такая простая как мы планировали ну иногда нам везет иногда мы там в первый второй день как бы удачно отстреливаемся вообще верев это наша любимая охота охота на реву это очень крутая охота которая будоражит кровь которая делает мощный всплеск адреналина молча с вами поехали размышляли я говорю но после охоты на берлоги вот охота на реву на наверно на втором месте у нас идет по каким-то эмоциональным моментам вот ну даже вот допустим у нас мы много лет охотимся на реву где-то мы можем стрелять где-то не можем там на медведя ну иногда хочется вам показать рев там вот это все во всех красках да но это все равно не то вот эта камера то что вот со мной она не покажет никогда быка вот в таких зарослях это надо чтобы он прям на чистое вышел вот сегодня даже я стрелял там было буквально мгновение вот за всю неделю вот было буквально мгновение вот чтобы сделать выстрел причем вышел еще козел да не до этого я тоже на него целился сначала думал это бы где-то в яме стоит кончики рогов торчат а потом козел выскочил его и в тоже примерно время вместо вышел бык тогда может быть кто-то скажет там что трофейные качества этого быка оставляет желать лучшего но вы знаете мы не находимся в какой-то мясной лавке и не у меня была возможность там молодого бычка отстрельнуть я потом уже пожалел думаю надо было его забрать закрыли бы мы лицензию ничего страшного об этом не произошло как там ты их проверяешь там сколько у него там этих концов там да ну и неделю по итогу мы или сколько там ходили там жили в этом лесу костры почти не жгли потому что ну отнеслись максимально серьезно к этому процессу ни капли алкоголя не брал и вот жили вот в лесу в этих спальниках костер мы только разводили чтобы вот скипятить чай чтобы дымник не зверь не причуял вообще как-то сейчас чересчур серьезно отнеслись к этому процессу прям сильно раньше как то все спокойнее на расслабоне на каком-то выйдем проснешься сейчас все четыре часа будильник прозвенел все собираемся чай пьем пол пятого уже все на ногах пытаемся ну поведение зверя очень сильно изменилось прям сильно заметно прям раньше игру они будут до 11 утра не ревели сегодня кстати мясо выносили в 12 часов бык один орал какой-то видать там разогнал всех там или муж маток собирает еще ну неважно закрылись закрылись там вот даже если у меня была камера на голове я бы просто вот это движение было бы лишним то есть у меня рука на карабине и я когда подтянулся бы ее включать а ее надо было бы включать потому что я не могу и постоянно держать включена и камера у меня записывать 4k и она жрет батарейки я почему-то был уверен что они заряжены но ревели там помукали помукали и разрядили вот на этих кадрах там две батарейки я и не знал вроде поставил на зарядку а видать стекер не доводкнул но этого ладно блины в общем ребят я всем крайне рекомендую такого рода охоту она очень эмоциональная такая она прям серьезная трудовая она трудозатратное время затратное я понимаю что не каждый из вас может себе позволить на неделю поехать в тайгу но если у кого-то есть знакомые если у кого-то есть там какие-то охот базы там или еще что-то кто организует подобную охоту на марала там допустим на изюбря обязательно ну испытайте вот себя съездите только я вам сразу говорю не один вам охотник там во первых должны быть профи ребята они должны знать повадки зверя там все моменты не одни один охотник вам не даст там какую-то прям стопроцентную гарантию добычи видите как происходит вот вот мы вроде там на опыте а сколько времени потратили они мукают спокойно подходят молча потом отваливают обходят с под ветра там вот это все мы уже сегодня прям в наглую в бурелом прием не ревьем прям из-под новую единственное учитывали ветер все и прям хрустим ну блин заросшая тайга прям там в тех местах и прям прям вот буром и он думает что это бык и реагирует к одному быку подошли буквально на 3 мин на 30 метров там матки среагировали что кто-то идет а потом чувствую порыв ветра такой затылок и все я понял что первое убежала матка потом среагировал бык но у нас не причуял он среагировал только на матку матки вот эти они всегда на стрёме как бы то ни было вот это бык у него ну как сказать он готов и к драке и к спариванию постоянно там 24 на 7 они кстати не питаются сейчас почти не спят вот а матка она все на фоксе вот если он с гаремом то все крайне рекомендую и готовьте себя вот если вы поете на на эту охоту готовьте себя морально каким-то лишением то что придется жить прям в лесу потому что не получится так что вы находитесь допустим на где-то на базе на охот базе это пока вы проснетесь пока вы там доберетесь там до этих мест то вы потеряете просто драгоценное время вот ну и отнеситесь серьезней к отзывам ребят вот что чтобы были ребята профессионалы потому что такая охота под выстрел как бы подвести неопытного человека очень и тяжело вот я говорю для но и это не первый мой бы взят на реву но и не и не 5 и не 10 там да то есть у нас всегда иван подходил и стрелял а я был на трубе вот блин верни что это ну ладно так вот подходил всегда иван скрадывал он ну я не видел лучшие людей кто скрадывает зверя прям круто он это делает а сегодня вышли я говорю блин я забыл очки он да ничего как-нибудь там подойдем ну в общем получилось удачно а так блин если у кого-то зрение там плохое то нужно вот это все учитывать раз дистанция может выстрела бытия говорю метров 30-20 там стрелял я сегодня тоже метров не больше 30 вот этот козел свалил куда-то его там видел я думаю сейчас облает ё-моё и ваньки беру сейчас облает и тут же быть бык этот выходит и выглядывает из-за сушины там какой-то буквально мгновение так ладно опять это больше говорим охотимся на них охотимся тоже много ладно друзья домой приехал сейчас буду выгружаться таскаться тут с этими гулями своими ну что берегите себя близких всего доброго друзья берегите себя близко